И вот буквально час назад президент выступил с обращением к народу. Мы сейчас это покажем и без купюр. Реформы, которые мы совершим, это подтверждение того, что мы идем европейским шляхом. Мы строим государство, в которой права человека, равность всех перед законом, право выбора, социальный защит, есть высшими ценностями для всех. Без разницы, в каком регионе ты живешь или на какой Майдан выходишь. И как президент хотел бы запевнить гражданам Украины, я буду разбудовывать и смецировать эти незаперечные фундаменты нашего жизни. У нас никто не крадет мечты про Украину ревных возможностей, про европейскую Украину. Так же, как никто не зештовхнет нас с правильной дороги, что ведет к этой мечты. Мы много прошли, и еще не мало нам пройти належит. Найскладнейшее на этом шляху было, есть и всегда будут экономические проблемы. Но я бы был нечестным и несправедливым, если бы не подбал про наиболее снедоленых и незахищенных, на которых может лягать основный тягар перехидного периода. Я бы, мягко говоря, неправый, если бы не сделал все, что нужно сделать, чтобы люди не потеряли рабочие места, чтобы они получили заработные платы и пенсии, стипендии. Я хочу, чтобы у нашей великой украинской семьи был мир и спокойствие. Как батька не может оставить семью без хлеба, так и я не могу права оставить людей на позволящее. С теми проблемами, которые могут возникнуть, если под тиском, который мы чувствуем, остановится производство и миллионы граждан будут выкинуты на улице. Поэтому мне доводится вдаваться до непростых решений. Поэтому я иногда рискую быть незрозумимым. И поэтому я прошу сегодня наш народ уважно слушать меня лично. Я никогда не сделаю никакого кроку на шкоду Украине и народу. Воля граждан Украины была, есть и будет в решительном для каждого мого решения. Я хочу, чтобы люди знали это. Я дякую всем за высокую гражданскую осуществительность. В интервью телевизионным каналам я больше детально расскажу про наши спильные кроки и действия, которые мы будем делать вместе. Я надеюсь на понимание и поддержку. Я верю, мы поделаем все трудности на шляху развития нашей страны. Потому что нет таких прикон, которые бы не поделал мудрый и сгуртованный народ. Мы никогда и никому не должны позволять нам заважать. Молитвы и мрии миллионов покладаются на Господние решения. Давайте поможем. Продолжение следует...